В свое время вместе со своей командой он завоевал для Белгорода звание волейбольной столицы России. Ну а сегодня заботится о том, чтобы наш город славился достижениями и в других областях. Наш герой – олимпийский чемпион Тарас Юрьевич Хтей, депутат Белгородского городского совета шестого созыва. У меня уже получается второй срок в горсовете, чему бесконечно рад и хочу продолжать свою политическую карьеру. Конечно, это приятно, даже помочь одному, двум, десятью человекам, очень приятно. Спорт дал мне дорогу в жизнь, это мой был социальный лифт, я его сделал сам своими руками. Для того, чтобы побеждать, нужно всегда быстро, мылоеносно принимать решения. Тарас Юрьевич Хтей. Родился 22 мая 1982 года. В своей спортивной карьере выступал за клубы МГТУ имени Баумана, Динамо, Искра, а с 2008 года спортсмен волейбольного клуба Белогория. В 2017 году завершил спортивную карьеру и занял должность спортивного директора команды. В том же году был избран президентом областной федерации волейбола. Двукратный победитель мировой лиги, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России, обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России. Имеет государственные награды. Орден дружбы, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, медаль первой степени за заслуги перед землей Белгородской. С 2013 года по настоящее время депутат Белгородского городского совета. Женат, воспитывает четырех дочерей. Тарас Юрьевич, мы привыкли, что ваше имя в основном возникает в спортивных новостях, а тут местное самоуправление. Как приняли решение по этим горсоветам? Решение осознанно, решение сложилось как-то само собой, после победы в Олимпиаде 2019 года в Лондоне. Тогда и сейчас мы общаемся с людьми, и очень плотно и тесно, и с болельщиками, те же люди, те же наши населения, которые окружают нас каждый день. Поэтому те проблемы и насущные, они всегда оставались, были, есть и будут. Наоборот, мы те люди, которые, наверное, больше всех, быстрее всех чувствуем эти проблемы. В целом, задача горсовета на сегодняшний день, на ваш взгляд? Улучшить жизнь нашего населения, улучшить жизнь наших граждан. Человек чувствовал себя хозяином в городе, человек должен себя чувствовать в своей тарелке, он должен быть равноправным гражданином этого города и не чувствовать никаких дискомфортных моментов. С какими проблемами обращаются граждане? Чаще всего это, наверное, ЖКХ, это личные проблемы, это, значит, социальные условия, здравоохранения, трудоустройства. Каждый прием населения приходят люди, пусть их немного, по два, по три человека, если им удастся помочь, пусть это мой депутатский запрос, или пусть это сразу реагирование, то есть на онлайн-связи я поднимаю трубку и звоню какому-нибудь начальнику департамента, прошу его об услуге. Потому что одно дело, когда от человека это исходит, и его зажимают со всех сторон, он какой-то бюрократическая машина, то гораздо проще обратиться к депутату. Депутат всегда на виду, всегда на слуху. И когда огласки этот вопрос как бы с уст депутата, то сразу этот вопрос во внимании, на поверхности, и все сразу готовы его решать, помогать, содействовать, сопутствовать. Поэтому приходите, не стесняйтесь, будем содействовать и помогать в решении ваших бытовых и житейских проблем. Я думаю, наши телезрители воспользуются этим приглашением. Сегодня очень много говорят об управах. Ваше мнение об этом нововведении? Правы сейчас находятся ближе к населению, это хорошо. Я призываю людей больше их дергать, больше с ними работать, сотрудничать плотно, потому что нам нужны активные горожане, которые будут высказывать все, можно сказать, в глаза людям, тем, которые непосредственно занимаются, руководят округами. Я думаю, что этот проект себя оправдает. Но бывают же и такие решения, которые не всегда, скажем так, принимаются общественностью массово. Есть какие-то, может быть, негативные какие-то реакции. Да, с этим столкнулся уже немножко позже, потому что, когда я играл, то есть были совершенно одни отношения потом, от людей к депутату, да, то есть когда закончил играть, то есть появлялись вопросы, которые, ну, мы не всемогущие, нужно понимать это, потому что депутат, он тоже ограничен, так скажем, во власти, в какой-то, да, власти. Это власть та, которую дал тебе народ, тебя избрал, это право голоса, по сути своей. Ну, как ты этим голосом распорядишься? Конечно, были вопросы, которые мы не могли разрешить, они не в нашей власти. Уметь доносить, уметь говорить, уметь говорить громко, вот, наверное, надо этому учиться. Ну, а что не получается? Ну, приходится принимать эту критику от людей. Наверное, где-то они отчасти и правы. Наверное, где-то наши недоработки. Ну, и двигаться дальше. Это тоже опыт, пусть горький, но его надо тоже принимать. Тарас Юрьевич, помните ли вы свой первый матч? Да, конечно, как сейчас можно сказать. Это было очень так волнительно и трепетно. Очень сильно переживал, ну, как это естественно, каждому человеку. Это был мой матч за командой МГТУ, имени Баумана. Вот, я вышел играть в составе команды мастеров высшей лиги тогда А. Она так называлась. Ну, конечно, незабываемое впечатление. Каким талантом вы бы хотели обладать? Наверное, ясновидящий. Почему? Не знаю, хотелось бы все знать, кто, как говорится, кто информирован, тот вооружен. А какая-нибудь самая запоминающаяся встреча, может быть, беседа с каким-то кумиром? Вы знаете, самая такая встреча запоминательная, это Владимир Владимирович Путин, когда вручал награду, это было дважды. Первый раз это было за заслуги перед Отечеством второй степени, второй раз это был Орден Дружбы. Вот это, я считаю, такие серьезные достижения. Я жал ему руку. После победы над Олимпиадой он сказал, капитан, молодец, поздравляю, справился с своей задачей. Ну, и финальный вопрос. Ваше любимое место в Белгороде? Мое любимое место в Белгороде, дворец Порта Космос, поскольку я там отдал много сил, здоровья на благо нашей малой родины, Белгородщины. Добивался высоких результатов и сейчас передаю нашей молодежи опыт, знания, умения. Поэтому я там провожу большое количество времени. Поэтому, наверное, все-таки, дворец Порта Космос, такое мое намоленное место. Спорт дал мне дорогу в жизнь. Это мой был социальный лифт. Я его сделал сам своими руками. Как бы считаю, что в спортивной карьере я справился достойно. Краснеть не за что. Выжил себя полностью как со стороны по здоровью. Отдался всего полностью себя. И поэтому есть регалии, достижения, заслуги, ордена, медали. Ну, а о чем мечтает спортсмен, который уже завоевал все титулы? Вот, может быть, какие-то у вас цели, задачи самые актуальные сейчас? Ну, как в спортивных я сервизовал на максимум, так я нас жду теперь от жизни гражданской, наверное, чтобы быть востребованным, быть полезным. Ты был там в центре внимания, твоя карьера, профессионального спортсмена. Ну, как говорится, все вокруг тебя там движется, мир так крутится. Так и здесь хочется быть полезным в обществе. Не терять эти, так сказать, лидерские качества, гражданскую позицию. Быть активным. Быть активным, приносить пользу. Может быть, какие-то моменты игровые часто вспоминаете? Например, тот же финал в Лондоне. Да, сейчас немножко это тоже притупляется со временем, поскольку много других уже задач, проблем и вопросов. Много игр, много концовок, где приходилось занимать и вторые, и третьи места, а не всегда мы были первыми. То вот такие моменты бывают, наступают, и ты для себя делаешь определенные выводы в жизни, что нужно, то есть, здесь сработать на максимум, чтобы потом не жалеть. Поэтому я сейчас нахожусь в той стадии, когда я переход делаю от игрока к руководящей должности. Это абсолютно небо и земля, разные вещи, абсолютно. Это очень интересно. Спортивный менеджмент, руководящий состав команды, принятие решений, задачи, сборы, соревнования, результат. Очень интересно. Посмотрим, что будет дальше. Однозначно ставим результат максимальный. К себе относимся с правильным, с критикой, прислушиваемся к нашим болельщикам. Ну, не будем стоять на месте, двигаемся вперед. Сейчас растим очень талантливых молодых спортсменов, молодежь, будущую, так сказать, поколение чемпионов. Стараюсь посещать строительство спортивной арены Белогорье, присутствовать, может быть, не так часто, как хотелось, но когда есть время и какие-то планерки посещаю, смотрю за качеством захода работ, за выполнением, за сроками. Когда планируют сдавать уже арену? Насколько мне известно, все идет по графику, значит, в соответствии с госэкспертизой. Через месяц уже будут снимать башенные экраны эти все. Значит, и в этом году, в декабре, уже есть такой план. Надеюсь, это все пойдет как испланировано в этом году, значит, в декабре будет арена сдана. Может быть, это слишком такие смелые заявления, но все ориентируются на эти даты. Все с нетерпением ждут нашего, так сказать, второго дома спортивного, где мы будем смотреть, присутствовать, наблюдать такие зрелищные, финальные, считаю, мероприятия спортивные, которые будут очень интересны и нам, городу Белгороду, Белгородской области, и гостям нашей Белгородщины. Поэтому мы все с нетерпением в ожидании, так сказать, этого чуда. Конечно, это распирает гордость, и мы будем с удовольствием встречать гостей, значит, спортсменов, артистов у себя здесь, на этой прекрасной современной арене. Ну, может быть, если такой проект будет, может быть, сделаем какой-то матч звезд, проводим наших ребят, спортсменов, и Сергея Тетюхина, и Ихтея, и Казакова, Богомогол, Косаревых, и Муцких, то есть, есть плеяда спортсменов, уже ветеранов, которым не выпала честь, значит, какого-то последнего матча, может, мы сделаем такой All-Star, матч всех звезд, именно ветеранов. Может быть, такой проект, почему нет, это будет интересно для наших жителей, для людей, для гостей, может быть. Чем увлекаетесь, в принципе, кроме как, естественно, волейболом, спортом, может быть, какие-то интересные хобби? Первое хобби – это моя семья, это моя семья, у меня 4 четверо девчонок, старшая из них в Москве учится, двое из них учатся здесь в общебратной школе, алгоритм-то успеха. Маленькая ходит в сад, в рождественский сад, здесь тоже, в городе Белгороде. Это воспитание, моё хобби, это воспитание детей, воспитать, значит, порядочных, отзывчивых, воспитанных девушек. Когда есть свободное время от моего основного хобби, это есть рыбалка, я люблю охоту, люблю, так сказать, сейчас полюбил горнолыжный спорт. Ну, а как организовать своё время? Может быть, секреты тайм-менеджмента? Ну, наверное, каждого свой подход, какие-то секреты. Таких секретов никаких нет, наверное, как и все люди. То есть, не тратить своё время попросту. Самое главное, с резервом – это время, поэтому нужно им дорожить, как-то правильно строить план, встречи, разговор. Я человек конкретный, я, так скажем, не растягиваю всё, говорю всегда, как есть в глаза, стараюсь принимать решения быстро. То есть, у нас вообще это, наверное, идёт от нашего вида спорта, что у нас очень динамичная игра, и там нужно принимать решения очень быстро. То есть, у нас не как баскетбол, ты ведёшь, думаешь, принимаешь решения, потом делаешь действия. У нас короткие касания, то есть, там буквально надо принимать, мяч летится 100-120 км в час, нужно правильно поставить касание, правильно принять решение. Для того, чтобы побеждать, нужно всегда быстро, милоненосно принимать решения. Наверное, оттуда уже пошла привычка, принимать взвешенные, правильные, быстрые решения. Бывают ли какие-то периоды усталости? Как восполняете силы? Хорошо их восполняет природа, спорт, только спорт, через спорт. Ты будешь чувствовать себя в тонусе, будешь подтянутым, уходить будут дурные мысли, то есть, будешь получать хороший, здоровый заряд энергии, который будет тебе хватать на весь день. Ну, а если какая-то есть перенагрузка, то всегда семья поддержит, всегда семья поможет, семейный круг, семейный очаг. В выходные можно провести в кругу семьи, и ты тоже подпитаешься, зарядишься, будь здоров. Вообще, отец строгий, или все-таки девчонки вьют веревки из вас? Ну, наверное, где-то и строгий, где-то и позволяю вить веревки из себя, то есть, это, знаете, так, наверное, золотая середина. Определенно, я люблю побаловать детей, как нормальный отец. Всегда, если есть свободное время, и какие-то лишние деньги в кармане, сделаю какой-то сюрприз, конфет куплю, мороженое, подарок сделаю. Какое-то будущее для них уже распланировали, или пусть сами выбирают? Старшая дочка учится на экономическом, в МГУ, она сейчас закончила бакалавр, поступила в магистратуру. Вот, значит, средние девчонки, близняшки, Арина и Алиса, они занимаются волейболом, Арины больше получается, она больше этого хочет, то есть для нее, если она так выберет спортивную карьеру, я считаю, может хорошо получиться и сложиться эта карьера в спорте, именно в волейболе. У Алиса более такая творческая душа, она больше, больше как художественная, такая театральная, начинает стихи. Это здесь у нас немножко в бабушку, мою маму, маму, Ирину Викторовну. Что касается Агнии, она еще в садике, пока еще непонятно, ходит для осанки, для фигуры на бальные танцы. Вот, ей сейчас исполнится пять лет. Пока еще нет такого четкого пути, он не выбран, я считаю, что главное это воспитать порядочных, честных, добросовестных таких детей, девчонок, которые будут относиться к обществу с уважением. Это самое главное, а остальное, я думаю, буду помогать, будет тот или иной путь, который выберут, главное, чтобы он был правильный. Я буду предокладывать все усилия, чтобы им помочь. Ну и, может быть, планы на ближайшее время или какой вы видите свою жизнь, лет через пять, самое такое важное. Сейчас для меня очень важно, я хочу попробовать свои силы избраться в областную думу, это для меня тоже определенный вызов, я считаю, и рост. Сейчас, это лето, я полностью отдам себя для того, чтобы поучаствовать, как кандидат. В сентябре будут выборы, вот я сейчас заряжен на вот эту работу, на политическую, на общественную, значит, хочу быть уже в новом статусе, чтобы быть более полезным, болезненным для наших, для нашего Белогория. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова